Приключение электромобиля в России. Ну, даже электромобилю тяжело жить в России. Электромобиль твой сына маминой подруги. Но зато ты сам сделал, тебя ждет большой успех. Дизель-электро. Но от одного электромобиля вреда не будет. К тому же в России их очень мало. Тут у нас похожими им. Покупая электромобиль Тесла, ты заботишься о природе. Ну, по правде говоря, так оно и есть, к сожалению. И, кстати, это повод пересмотреть мое видео про разоблачение электромобилей. И, кстати, всем привет! Это Миша Электрокарыч. И сегодня будет подборка мемов про электромобили. Электромобили? Погнали! Сколково! Эра электромобиля уже наступила. Ну, почти. Что нам обещают и что мы получаем. Ну, электромобиль, это, кстати, электромобильнейший, это электромобиль гугла. И он, все-таки, не такой уж и плохой. Так что, не всегда то, что мы получаем, это что-то плохое. Тут смешная картинка. Только электромобиль работает немножко по-другому. В Швеции сделали дорогу, которая заряжает на ходу электромобили. В России лишь могут сделать, чтобы, как с катапульта машины подлетали. А пока машина летит, можно выключать двигатель и экономить на бензине. Россия, щедрая душа. Ох, какой патриотичный мем у нас. Твой ход, Илон Маск. Да, я, кстати, хотел сделать электрический запорожец. Но решил то, что Ниссан Лиф лучше. Отец ненавидит электромобиль. Семья все равно покупает Теслу. Отец Теслы. И он даже Теслу сделал вредной для природы. Российский электромобиль. Но я думаю, Дюраселла недостаточно, чтобы Газель зарядить. Первый электромобиль. Надеюсь, тут получше аккумулятора, как в прошлом меме. Я украинский, конечно, не понимаю, но все-таки кибертрак похож. Но не на Тавры, а на Девятку. А Девятка все-таки получше Таврии. Разрадился. Извините. Ох, жалко мужика. Настоящая экономичность. Но, судя с ценами на электричество и на бензин, все-таки лучше лошадь. Правда, лошадь тоже не особо экологичная, если вы понимаете, о чем я. Ну что ж, вот и закончилась электромобильная подборка мемов. За такое необычное видео вы можете поблагодарить меня подпиской, репостом и, разумеется, лайком. Всем до свидания и наступающего Нового года. Субтитры создавал DimaTorzok